В чемпионате Беларуси по футболу высшей лиги сыгран 20-й тур. В чемпионате Беларуси по футболу высшей лиги сыгран 20-й тур. Славия в Мозыре крупно уступила Новополоцкому Нафтану 0-3. Гомель на своем поле пытался взять очки в игре с Микошевичским гранитом. Гомельские болельщики заждались побед. На своем поле зелено-белые не выигрывали с июня. И начало матча с гранитом вселяла надежды на положительный исход. Уже на 11-й минуте Иван Сулим пасом нашел в неприятельской штрафной Алексея Теслюка, который, не сближаясь с голкипером, пробил. Мяч пролетел мимо рамки. Спустя некоторое время 17-й номер зелено-белых имел еще одну неплохую возможность. Однако опять не хватило точности. Гранит первый опасный момент создал спустя полчаса после стартового свистка. Опасный навес справа завершился неточным ударом головой футболиста гостей. Спустя пять минут гранит открыл счет. Дмитрий Осипенко подал мяч с угла поля точно на голову Терентия Луцевича. 1-0. До конца тайма Геннадий Близнюк мог сравнять счет, однако его дальний удар парировал голкипер. На самом старте второй половины игры гости удвоили преимущество. Многоходовую комбинацию точным ударом завершил Дмитрий Осипенко. Хорошая возможность сократить разрыв появилась у зелено-белых буквально через две минуты. За фол в штрафной против Теслюка арбитр назначил пенальти. Реализовывать 11-метровый отправился Геннадий Близнюк, однако после его удара мяч попал в перекладину. Спустя полчаса капитан гомельской команды исправился, отквитав один мяч. Забитый гол придал сил хозяевам, которые бросились вперед в надежде спасти матч. И несколько раз они были очень близки к этому, однако удача была на стороне гостей. Сегодня выиграли. Скажу кратко, значит сыграли верно. Хотя соперник в конце мог нас наказать дважды за нашу расхлябанность. Можно сказать, все получало здорово, но концовку чуть смазали. Порадовал второй гол, как мы забили. Комбинация была шикарная, поэтому к этому нужно стремиться. Таких моментов создавать больше, поэтому зритель будет больше ходить на игры. Несмотря на проигрыш, главком гомеля оптимизма не теряет. Команда с каждым матчем прибавляет. Простой стандарт, пропускаем гол. До этого гола 32-я минута, мы создали три хороших команды. Так почему она не простая? Забей, может быть. Я же говорю, мы концентрацию теряем. Вроде пацанам по 20-22 года почувствовали, что они уже что-то умеют и теряют концентрацию. А опытные футболисты этим пользуются. Мальчишки мужают, и такие показывают, что, оказывается, мы, наверное, быстрее всего на правильном пути. Мы пропускаем там, где не должны пропускать, не забиваем то, что должны забить. Вот вся ситуация. Когда это нормализуется, я думаю, что повернется к нам лицом. В турнирной таблице Гомель по-прежнему на предпоследней 13-й строке. Славия располагается на 10-м месте. Игры 21-го тура представители Гомельской области проведут на выезде. Мазыряне 27-го сентября поедут в гости к Брестскому «Динамо». А Гомель днем позже проведет важный матч с Витебском, который сейчас замыкает турнирную таблицу. В Гомеле соревновались лучшие спасатели-пожарные. На базе лицея при Гомельском инженерном институте МЧС прошли соревнования на Кубок Беларуси по пожарно-спасательному спорту. Меньше месяца назад здесь проходили соревнования по пожарно-спасательному спорту между командами Гомельской, Брянской и Черниговской областей. И вот теперь сюда снова приехали сильнейшие спортсмены. В течение двух дней на базе лицея при Гомельском инженерном институте МЧС свое мастерство демонстрировали претенденты на Кубок Беларуси. Соревнования такого уровня здесь принимают не впервые, а потому и организация соответствующая. В 2009 году вот эта база была построена и сдана весной в эксплуатацию. Летом к нам на сборы приехала сборная команда Республики Беларусь по пожарному спорту. Они готовились к чемпионату мира. Значит, потренировались. Очень им понравилась сама база, само покрытие дорожек. Значит, и они предложили и в календарь соревнований на следующий год было внесено проведение Кубка Республики Беларусь по пожарному спорту в лице. В судейском протоколе 9 команд от каждой области города Минска, а также столичного командно-инженерного и Гомельского инженерного институтов Министерства по чрезвычайным ситуациям. Лучших определяют по итогам двух видов соревнований. Это преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. Результаты очень отличаются. Кто-то и до первого разряда не дотягивается, а кто-то буквально в одном шаге от мирового рекорда. Сегодня сборная Беларуси – один из лидеров в мировом пожарно-спасательном спорте. Кубок страны для ведущих белорусских спортсменов – это один из этапов подготовки к соревнованиям более высокого уровня. Гомельчанин Владимир Стрельченя завершает подъем по штурмовой лестнице с результатом 13,09 секунды. До мирового рекорда не хватает 1,3 секунды. Но на этом кубке – это лучший результат. Все элементы очень техничные и достаточно сложные. Неподготовленный спортсмен не выполнит все элементы так нужно и не покажет высокие секунды, потому что не только технически нужно быть готовым, но и физически. Соревнования на Кубок Беларуси 2015 по пожарно-спасательному спорту завершены. Почетный приз у команды Гродненской области. Гомельчане на этот раз только на пятой строке. Около 80 юных теннисистов приняли участие в открытом теннисном турнире «Гомель Бэйби Кап». Соревнования прошли на кортах областного центра Олимпийского резерва по теннису. Детские турниры в центре проводят пять раз в год. Соревнования всегда собирают много участников, в том числе и за пределов Гомельской области. На этот раз гости не приехали. Среди участников только местные воспитанники. Однако на массовость это не повлияло. В Гомеле теннис сейчас довольно популярен. В центре занимается около 400 человек. Детки маленькие, они очень любят эти турниры, их родители тоже. И поэтому у нас сегодня здесь маленький праздник для детей и их родителей. Сильнейших выявляли в двух возрастных категориях – до 8 и до 10 лет. И пока будущие звезды тенниса сражаются на кортах, за их игрой следят самые преданные болельщики – родители. Волнение, конечно, в первую очередь. Хочется, чтобы выиграло. Ну, а как получится, уже будем смотреть. По итогам соревнований победителями открытого турнира «Гомель Бэйби Кап» среди спортсменов до 8 лет стали Александр Вдовенко и Олеся Трошко. В возрастной категории до 10 лет равных не было Марку Мюллеру и Дарьи Сибилевой. В американском Ричмонде в эти дни проходит чемпионат мира по велоспорту на шоссе. За награды борются и белорусские спортсмены. В Гомеле велоспорт также был в центре внимания. Правда, соревнований не устраивали, а провели благотворительный веломарафон. Проходил пробег под лозунгом «За здоровую Беларусь». Участие в мероприятии могли принять все желающие. Достаточно было зарегистрироваться в социальных сетях и приехать на место старта на исправном велосипеде. Отправлялись участники пробега с площади Ленина, а финишировали в Гомельском районе. Всего необходимо было преодолеть более 25 километров. Здесь, наверное, самое главное не столько, сколько ты проедешь, а само участие и само движение, которое сегодня с каждым годом набирает оборот. И мы замечаем, наверное, и видим, что для жителей города Гомеля велосипед – это уже не просто какая-то игрушка, а по-настоящему средство передвижения. Для участия в веломарафоне зарегистрировалось более сотни человек. Среди них любители, представители местной власти и силовых ведомств, а также спортсмены-профессионалы. Среди них и чемпион мира по велоспорту Александр Лисовский. В родном городе он, можно сказать, проездом, однако такое событие не смог пропустить. Чтобы там вот видели наши, как бы можно сказать, юноши, юниоры и те, кто только еще пришли в велошколы, что участие даже в таких стартах – это тоже опыт. Колонна велосипедистов в сопровождении автомобилей ГАИ проехала по центральным улицам Гомеля, а после выехала на загородную трассу. В наличии все условия для хорошего отдыха – велосипед, комфортная погода, природа и компания единомышленников. Волота отличная, солнышко светит, дорога, солнце, трава, друзья, что еще нужно? До финиша добрались все, без неожиданностей и происшествий. Уже после участники признаются, что десятки километров дистанции пролетели практически незаметно. И сил еще хватит как минимум на столько же. Еще достаточно интересно ехать в колонию с людьми, скажем так, с другими велосипедистами. Понравилось очень. Понравилось. Нет, но сама дорога была интересная. Незаметно прошел веломарафон. Отличное состояние, здоровье. Особенно, когда двигались по городу Гомеля, все жители и гости нашего города приветствовали нас. Ну а здесь уже по лесному массиву отличный воздух, отличное состояние. Участники веломарафона не только хорошо отдохнули, но и сделали доброе дело. Все собранные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова